Весна пришла и оживились рейдеры. Если послушать чиновников, то можно решить, что это уже просто часть украинской природы. Вот фермеры начинают пассивную и сразу же появляются сообщения, что рейдеры активизировались. Именно так проблему описывает министр юстиции Украины Павел Петренко. В итоге Кабмин возобновил работу антирейдерских штабов в регионах. В прошлом году с их помощью власти пытались контролировать ситуацию, но, если честно, получалось плохо. Десятки агропредприятий и тысячи гектаров земли преступники все-таки смогли захватить. Фермеры даже вынуждены объединяться в отряды самообороны, чтобы остановить беззаконие. Тему продолжит Инна Томина. Битва за урожай. В нынешних украинских реалиях советский лозунг звучит совсем по-новому. За урожай и землю бьют, стреляют и даже убивают. Рейдерские атаки на агропредприятия происходят по всей стране, особенно в сезон. Агробизнес довольно-таки прибыльный, и поэтому в нем возможны ситуации борьбы. А все, что прибыльно, по старой нашей бизнес-традиции можно отжать. Только в этом месяце полиция задержала 50 трейдеров. Они пытались захватить предприятия в Черкасской области. По информации полиции, работали за 500 гривен в день. Без кровопролития не обошлось в одном из хозяйств Кировоградской области. Эта история началась год назад. Тогда владельцы агропредприятия неизвестные вытолкали из кабинета и выставили свою охрану. На помощь фермерам пришли ветераны АТО и односельчане. Ситуация набирала обороты. Рейдеры даже стрельбу под крышей тетушек открывали. Нам с первого дня говорили, что только правовыми методами это все решать. Но на превеликий жаль правовыми методами, чтобы мы делали так, как нам казалось руководство, и селевые структуры, и наша администрация, то мы до сих пор бы уже предприятия не было. А так люди, бачите, загрутовались, пришли и рейдеры выняли. И люди работают, и свое право отстают. В деле того рейдерского захвата следствие до сих пор не представило ни результатов, ни обвиняемых. Но почему-то к самому владельцу нашлись вопросы. А пока идут суды, новый урожай под угрозой. Счета предприятия заблокированы, да и зерно под арестом. Зарплату платить не можем людям. Ну, с паевиками разраховались, дякую фермерам, что надо помыли коштами и зерном помыли. Этот аграрный скандал прогремел на всю страну. После такого резонанса фермеры почти каждый месяц выходят на акции протеста в разных регионах. В Украине расповсюджается новая жума. Она называется рейдеры. Поручуйте! Поручуйте! А пока их не услышали, аграрии решили создать свою собственную самооборону. Впрочем, подключилось и государство. В регионах заработали антирейдерские комиссии. Правда, чем конкретно они могут помочь фермеру, когда у него отожмут урожай или собственность, пока не ясно. В нашей практике больше половины этих регистрационных действий, которые проводят антирейдерские комиссии, комиссии права властности, они в дальнейшем вызнаются недействительными в судах. По мнению экспертов, чтобы защитить агробизнес, нужно урегулировать земельный кодекс. Ведь в большинстве случаев проблемные вопросы касаются аренды земельных участков. Когда один урожай посадил, а вот собрал другой. Там, как правило, это связано с тем, что у нас же там немае властности. У нас есть лишь арендные отношения. И тут как раз появляется возможность вызнавать одни угоды о аренде недействительными. Тут появляется еще несколько арендаторов и одного и то же майна. Есть люди, которые получили себе, собственно, землю. И есть в этом селе или в этой местности лицо, которое эту землю обрабатывает. И раз в год привозят им там три мешка, не знаю, продукции какой-то, пшеницы. Или дают деньги за пользование этой землей. Вместе с тем, на следующий день к ним приходит другое лицо и говорит, я тебе буду давать пять мешков пшеницы. Давай со мной лучше заключать договор этот аренды. И человек в силу отсутствия юридического образования или просто исходя из уровня своей жизни на эти условия соглашается. Только за прошлый год произошло более двух тысяч таких битв за урожай. Юристы уверяют, главная причина лазейки в законах и тотальная безнаказанность. Если право власти не будет захищено, и причем не будет захищено через механизм очень жесткой криминальной ответственности за факт порушения этого, то в этом случае мы будем иметь черговую подобную историю с захоплением. А пока, чтобы хоть как-то уберечь себя от рейдерства, аграриям стоит упорядочить документооборот на предприятии и установить в хозяйстве видеонаблюдение. Да и помощь хороших юристов не помешает. Инна Томина, Елена Брынза и Богдан Савруцкий. Подробности недели телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok